Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, и я хочу вам каратесенько рассказать, что произошло на этой неделе. А каратесенько, потому что я сейчас вам покажу, что у нас тут происходит. Вот такие у нас проходят работы на улице. Всё заставлено, стоит грохот. Я ждала выходных, когда люди не будут работать и не будут мешать. Мало того, что здесь работает, так ещё же работает внутри. Сейчас покажу. Вот что у нас здесь происходит. Они делают полы. И вы можете представить, какая грязь в доме. Так, они сняли мои шторы и даже мне ничего не сказали. Молодцы! Здесь, видите, они уже отполировали полы. Потом они будут мазать какой-то хренью, которая воняет нестерпимо. Так, сейчас заберу шторы постирать. А на выходные к нам приехали дети. И сами понимаете, это уже было не видео. И завтра начинается новая неделя. Ну хорошо, начнём всё по порядку. В субботу, в прошлую субботу получается, не в этого, в прошлую субботу мы ездили в кома. Я была на базарчике на этом, искала себе перле и МС. Так, мы приехали в кома. Безумная движуха здесь. Вот такая колонна в паркинг. Но я уже запарковалась. Сейчас мы пойдём вот прямо-прямо. Вон он, базарчик этот. Вот такой базар. Вот такие у меня цены. И нам туда. Моя цель. Я надеюсь, здесь будет всё, что мне надо. Вот здесь эти полотенчики красивые, на которых можно вышивать. Я кое-что нашла, но я, честно говоря, не уверена, что мне, ну, что это по ниткам. Сейчас я вот вам покажу. Вы мне скажете. Короче говоря, вот такая нитка есть. Это, мне кажется, чуть-чуть потемнее. Хотя, может быть, и подходит. И вот такая нитка. Но это, по-моему, слишком светлая. Ну, одним словом, я решила, буду вышивать этим цветом. Будет отличаться, будет отличаться. Что ж поделать. Они вот 818 и 819 перле. И ещё я купила себе вот такую ниточку. Ну, уже перлешки эти покупала. Смотрите, какая она красивая. Такая меланжевая. Может быть, что-нибудь красивая ещё. Вот. Ну, и вот, что вы видите перед собой. Это я купила журнальчик за ноябрь. Называется «Готовимся к Рождеству». И я купила этот журнал только ради вот этих снеговиков. Посмотрите, какие они прикольные. Этот с белочкой. Этот вот с птичкой такой. Ну, вообще, такие они милашные. Мне прям захотелось. Они вот вышиваются на скатерти. Ну, давайте быстренько пролистаем этот журнальчик. И посмотрим, как итальянские рукодельницы готовятся к Рождеству. Ну, это оглавление у нас, как обычно, идёт. Здесь статики разные, объявления, какие происходят события интересные. Театральные, музейные, выставочные, всякое такое. Вот, мне понравился, в принципе, этот фонарик. Ну, почему-то на французском написано. Ну, не знаю. Сам дедочек мне как-то не очень. Ну, фонарик, в принципе, я же не обязана делать такой зимок. Вот этот фонарик. Так, поехали дальше. Потом вот такой Дед Мороз с игрушками едет в поезде. Тоже интересное, ну, такое детское, мультяшное такое. А на этой стороне вот такой Merry Christmas на всех языках. И на французском, и на английском. Вот здесь мне, собственно, сейчас, чтобы не отсвечивала, потому что темень уже запрела лампа нового освещения. Вот мне понравились вот эти Дед Морозики и снеговичок. Ну, я так подумала, вот это оформление... Ну, елочки, видите, они вот так сделали. Вот как это выглядит все вместе. Ну, я, честно говоря, подумывала, а не сделать ли их на пластиковой конве. Они будут такие миленькие игрушечки. И они, по-моему, замечательно будут выглядеть на пластиковой конве. Поехали дальше. Вот такой очень интересный фонарь. Мне он понравился. Хороших праздников. Типа баннера такого, ну, вот на мешковине. Это конва пришита. Интересная. Вот с этой стороны огурьи мне нравится меньше. Оформление вообще жесть. Вот такие, типа, елочки с Дедом Морозиком. С этим снеговички. Ну, и вот такая елка. Вот это конву продают лентами. Вот это, наверное, пошире, поуже, поуже совсем маленькая. Ну, как-то от этого и мне в восторге. Сами снеговички и Дед Морозики мне нравятся. Как они оформлены, мне это не очень нравится. Ну, вообще, должна сказать, оформление мне здесь не очень понравилось. Вот тут эти подушки. Вот, на мой взгляд, очень интересный дизайн. Вот здесь колокольчик такой, бантик, елочка, подарочек. Ну, как-то эти подушки, подушки на елке. Ну, не знаю. И с этой стороны здесь то ли они вязаные, то ли они из ткани. Просто эти звездочки. Вот такие. Ну, вот это, наверное, уже на пластике вышитые игрушечки. И вот такие сюжетики. Вот эта коробка с цитком еще куда нашла. Ну, как-то, не знаю, что-то вот. А на речку это не хватает. Так, здесь такие голубые. Поздравления. А вот эти мне очень понравились сами сюжетики. Вот такая конфетка. Такая пироженка. И вот эта ложка вообще просто восторг. Здесь корзиночка с хлебушком. Какой-то бутербродик, вишенка. Наверное, это поздравительные открытки. Класс. Открытки, да. Да, точно, это открытки. И вот здесь тоже вот такие сюжетики уже не на кухонную тему, а такие. Вот велосипедик с цикточками. Вот такое. Хороших праздников. Счастливого Рождества. Вот в открыточку вставляете вышивочку. А вот с ангелочками. Какая интересная. Где эти ангелочки? Вот они, ангелочки. Просто сердечко. Вот такую открыточку. Кого-нибудь порадовать. А вот какие красивые открытки. Вот эти мне сюжетики нравятся. Здесь сердечко, здесь колокольчик. Какой красивый. Ой, вон какой сапожок в стиле патчварк. И звезда, и пантик. Да, вот эти мне они больше нравятся. А елочка, какая прелесть. Вот такую открыточку здорово сделать. И можно самому сделать. Вырезать. Вот такую елочку. И немножко внутри. Прелесть. А вот такой адвент календарь. Ну, он. Без подарочков. Вот конфетки они прицепили. Только и все. Ну, он так милашный, классный. Солнечки здесь. Дед Мороз какой милый. Мешок подарков тащит. Ну, на этой стороне тоже у нас адвент календарь. Ну, что это за колхозное оформление? Я, может, чего-то не понимаю. Ну, скажите вы свое мнение. Как на ваш взгляд? Ну, не село-селом. Ну, что это за красные эти банты? Так, может быть, если бы по-другому оформить, может, оно было бы поинтереснее смотрелось. Вот вам алфавит с ангелами. Я даже сразу как-то не поняла, что это ангелами. Потом посмотри, оно в таких очень красивых пастельных тонах. И такая канва персикового цвета. Да, это не канва даже. Это равномерка персикового цвета. Очень нежные такие. Интересно. Ну, и здесь опять у нас открытки с ангелами. Вы можете либо на стол подписать, кому где сидит, либо мешочек. Вот они предлагают такой сделать. И мы закладочки с этими ангелами. Или тапочки. Это, скорее, даже не тапочки. Это так в форме типа тапочек хранить что-нибудь. Потому что это, ну, типа подвесы здесь висят. Они на бантике висят. Это Blacklock. Какая красивая зеленая подушка. Смотрите, какой красивый цвет. Но опять, самая вышибка такая красивая. И вот это золото. Ну, что это за подушка с этим золотом? Ну, не знаю. Конечно. Конечно, Новый год и золото, и не переборщишь. Но мне кажется, в этом случае немного слишком. На мой вкус, конечно. Вот опять Blacklock с крестиком. Вот такой фартушек предлагают сделать. Рюшечки-рюшечки. Прихватки вот такие нашить. Ну, это беспророчный, конечно, вариант. Крестик в горошек. Белое с красным. А вот, посмотрите, как сделаны шторы. Смотрите, какие здесь со звездой. На этой стороне вот такое. Покрыто все с ними. Красиво. Даже так просто вышить куда-то. Не обязательно шторы делать. Вот как это вместе выглядит. В таком вот шале. И здесь скатерть вот такая вышитая. Шторочки. На шторочках домики. И такая интересная лампа. Такой интересной рамки. Ну, я там смотрела. Я уже посмотрела 153 раза. Это под журнал, конечно. И там даже показано, как сделать эту рамку. Пойти в лес, срубить елку. Выпилить. Шучу, конечно. Ну, вот. Вот такой отдельный домик в подушку оформлен. И вот такая елочка в подушку оформлена. Ну, вот это милое. Оформлена в келеточку. Такую же. Ну, в шотландском стиле. Такая скатерть здесь подходящая. Вот это очень мило. Так. Вот здесь. Это стили примитивов. Олени. Узоры. Подушки. Скатерти. И вот здесь картинка как-то вместе они представляют. Возле камина. Такой шикарной скатерти. Такой шикарной елочкой. Рождество. Праздник приближается. И либо вот такое они предлагают взять. Такую на поднос. Такую салфетку. Ну, если кто-то же найдет на этом подносе, разольет мне красное вино, я же его убью. Так. Поехали дальше. А вот и то, что ради чего вообще был куплен журнал. Посмотрите, какой шикарный бант. Ну, вообще, посмотрите, какая шикарная скатерть. Здесь бант и шишки. И вот здесь бантики. И меню даже вот так сделано. Вот поближе к меню. Вот поближе к шишке. Даже если не скатерть, а не так вот что-то интересное. Ну, и вот они, снеговички. Это салфеточки. Здесь только головы снеговиков. На меню вот такой снеговик. Интересный. А здесь вот вам предлагают написать имена. Вот на белке Алекс. И поставить туда, где вы рассаживаете гостей. И вот они, эти снеговики. Это как выглядят на скатерти. Я так думаю, ну, какие они будут по размеру. И так, судя по всему, они такие немаленькие, эти снеговики. И вообще можно этот снеговик, снеговика вышить. И сделать даже сапожок, если он такой большой. Здесь проблемка. Здесь как-то не пишут этот каунт. Ну, вот они все поближе. Ну, какой, какая прелесть здесь. Я такая влюбленная в этих снеговиков. А этот и с метлой, и две птички у него здесь. Этот с цветочками. Это в шарфике. Прелесть. Прелесть перелестная. Здесь вот геометрические узоры написано. Геометрия. Рождественская геометрия, наверное, перевести. Вот здесь салфетки можно вот так сделать. И вот такую скатерть они предлагают сделать. Ну, тоже ничего. Тоже очень мило. Здесь дальше пошли скатерти крючком сделанные. Это даже не скатерть, это скатерть сверху стелят. И вот здесь вам даются еще бонусные схемы. Ну, качество этих схем, конечно. Не, ну вот эти ничего. Дед Мороз, конечно, трэш. Смотрите. Ну, отсвечивает. Вот лампа отсвечивает. Это, конечно, не здесь хорошо. Так, ладно. Думаю, у меня никто не забанит. Что я вам быстренько проверю. Не ставите схемки. Здесь вам предлагают шить вот такой свитер, вот такую кофточку. И здесь идут инструкции. То, о чем я говорила. Вот здесь как вышивать эту звезду. Вот как делать все эти открытки. Инструкция. А схемы даются во вкладыши на вот такой газетной бумаге. Но это лучше. Она хотя бы не отблескивает. И здесь уже цветосимволные значки. И очень хорошо, что они цветосимволные. Вот она, эта ложка такая классная. Снеговики. Вот этот огромный бант. Вот бант. Ну, посмотрите, схема. Я вот такого не люблю. Что они вот выделили участок и написали три. И как там его считать. Ну, ладно, балованная. У вас, Галя, балованная. По мне, так вот это вообще идеальная схема, черно-белая. Все четко, ясно, понятно. Так, ну а где мои снеговики? Что такое? Где-то мороз на пельске. Пельске. Ага, вот они и с ними. Ну, я не знаю. Вот и не четко эти 10 клеточек видно. Просто квадратиками разлиния. Но как-то не очень. Я так не очень довольна схемкой. Ну, как говорится, когда есть все желания, то все возможно. Ну, вот такой журнальчик. Если вам понравился, пишите. Если вам понравился, тоже пишите. Буду рада услышать ваше мнение. Естественно, на прошлой неделе я немного вышивала. Тело было так. Слушайте, прикол. Сижу такая, вышиваю перед телеком. Муж телек смотрит. Ой, ну такую ты работу делаешь. Такую ты работу делаешь. Я говорю, нравится? Да, очень красиво, говорит. Я говорю, ну а что это? Как ты считаешь, понятно, что это? Потому что эти овечки, это были на схеме коровы не было. Я корову решила сама сделать. Ну, как на ваш взгляд? Похоже это на корову. Ну, то здесь будут еще черные такие пятнышки. Я ему говорю. Ну, что это такое, на твой взгляд? Ой, собачка? Я говорю, ну какая собачка? Ну, посмотри внимательнее. Она говорит, а это что, рога? Я говорю, да, рога. И здесь, я говорю, еще хвост будет. И это, я говорю, будут пятнышки такие черненькие. Он, ну да, долбатинец. Я говорю, с ровами. А, ну да. Так а кто это тогда? Я говорю, ну что, на корову не похоже? Он, да ладно, на коров белых в черную пятнышку не бывает. Я говорю, здрасте, как это не бывает в коровах в белых в черную пятнышку? Бывает. Он говорит, нет, бывает в черной корове в белую пятнышку, а в белых коровах в черные пятнышки не бывает. Я, блин, думаю, ну, фиг его знает. Я, я ж не профессионал в этих коровах, в коровах. Загуглила. Ну, ну и что? Ну вот, пожалуйста, вам. Белая корова в черную пятнышку. Я говорю, смотри, вот белая корова в черную пятнышку. Я говорю, почему не бывает? Вот, бывает. Ладно, говорю, ну хорошо, с коровами непонятная корова. Вот я ее дошью, ты увидишь, будет понятно, что это будет корова. Я говорю, а это тебе понятно, что это? Он, а что это? Кит? Я говорю, какой кит? Он говорит, ну а что это? Я говорю, ну это овца. А почему она полосатая? Я говорю, потому что нитка такая была. Он мне говорит, даже другой нитки не было. Я говорю, да это ж прикол такой, это такое направление в вышивке. Это там, типа, начала ему эти все приколы рассказывать. А он говорит, а вот это рядом, что это? Бэйбик этой овцы? Я говорю, нет, ну почему бэйбик? Ты смотри, какая большая. Я говорю, это просто овца отдыхает, устала. Короче, он такой говорит, да. Извините, трясу вас, рожу. Говорит, да, очень сложно. Говорит, это все требует объяснений. Так что вот так, как ваши мужья требуют объяснений или все так понятно. Это у меня одно и такое. Вот села повышевать вечером. И тут вот такая незадача. Я вот здесь ошиблась. Видите, мне вот это вот, вот это вот все надо распускать. Вышивала называется. Вот как надо пороть, мне вообще не хочется продолжать вышивку. Как у вас? Вы нормально? Прям хочется сразу запусить. Ну вот, как говорится, все, что нажито непосильным трудом. Все, что сделано непосильным трудом, распорола. Мне то ли кажется, то ли эта ниточка темно-синяя красится. Надеюсь, что это порс остался, а не покрасилась. Ну, здесь вообще кажется, как красилась немножко ткань. Ну, наша песня хороша, начиная сначала. Ну, вот я вам хочу показать, что я вышила всю крестиковую часть от этой юбочки. Осталось мне пришить бисер. Я надеюсь, если ничто не изменит мои планы, как всегда, то я его сегодня пришью. И потом останется самое сложное сшить юбочку. Ну, вот на этом, пожалуй, и все. Я желаю вам хорошей следующей недели, продуктивной, веселой, яркой, интересной. И увидимся скоро. Спасибо за просмотры, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Пишите комментарии, давайте общаться. Мне требуется живая энергия, пишите. Всем пока-пока.